Китайские инвесторы построят в Тульской области автозавод. Соглашение о проекте стоимостью 18 миллиардов рублей было подписано во время визита российской делегации в Китай. Экономику Тульской области и другие актуальные темы региона обсудим с губернатором Владимиром Груздевым. Он сегодня гость нашей студии. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Амбициозный проект с китайской компанией. Сколько денег готов вложить инвестор и на что именно они будут потрачены? Добрый день. Действительно, китайские инвесторы – это компания Great Wall, крупная автомобилестроительная компания. Планируется строительство в Тульской области завода полного цикла. То есть это производство автомобилей, включая производство даже двигателей. То есть это покраска, штамповка. То есть не крупнокомплектная так называемая сборка. Нет, это действительно завод полного цикла. Начало строительства планируется в этом году и завершение в 2017 году. Мощность производства – 150 тысяч внедорожников в год. Но это на первом этапе. Дальше уже, что называется, будем посмотреть. И почти 2700 новых рабочих мест. И что очень важно, это высокопроизводительные рабочие места. То есть это уровень подготовки специалистов будет на высоком уровне. Ну и, соответственно, высокая добавленная стоимость, что позволит увеличить, существенно увеличить не только доходы жителей Тульской области, но и поступление в федеральное и региональное бюджетное. Владимир Сергеевич, когда Вы приходили, заступали на эту должность, многие от Вас ожидали, как от бизнесмена с большим опытом, что Вы защитите интересы инвесторов, причем не только западных, но и российских в Тульской области. Вот каково это быть менеджером бизнеса и менеджером региона? Это все-таки две большие разницы, потому что основная задача руководителя любого коммерческого предприятия – это увеличение доходов, извлечение прибыли. Руководитель региона, он прежде всего решает общественно-политические задачи, то есть те задачи, которые направлены на качественное улучшение жизни человека. И инвестиционная составляющая очень важная, но не основная задача и не единственная задача. Поэтому, но без инвестиций, сами прекрасно понимаете, жить невозможно, без рабочих мест люди будут уезжать, и безусловно, при лечении инвестиций – это очень важная составляющая. Здесь мы, кстати, когда принимали решение о создании индустриального парка, мы посмотрели опыт не только наших ближайших соседей. Я считаю, что Калужская область, они огромные молодцы, действительно, они были одними из пионеров в создании таких индустриальных парков. Но мы смотрели и опыт наших западных коллег и наших коллег из Китая. А вот интересно, какие ошибки, скажем, Калужской области вы обошли, учитывая их опыт? Вы знаете, мы все-таки, когда рассматривали размещение наших индустриальных парков, сразу предусмотрели большее количество земли, которое выделяется под эти парки. Вот индустриальный парк, в котором будет располагаться автомобильное производство компании Great Wall, он составляет почти 2500 гектаров. И это самый крупный индустриальный парк в Российской Федерации на сегодняшний день. То есть здесь вопрос комплектования достаточно больших инвесторов и создания нормальной социальной инфраструктуры, потому что здесь в этом случае необходимо создавать еще всю социальную инфраструктуру. Поэтому здесь мы посмотрели вот этот опыт, который был уже у китайских коллег. Они брали как раз площадки гораздо больше, чем наши коллеги. Но это тоже можно объяснить, потому что Калужская область начинала 8 лет назад, и возможности области были значительно меньше, чем есть сегодня возможности. Поэтому они принимали решения, исходя из тех возможностей, которые у них были на тот момент. Один из факторов, почему столько автомобильных концернов пришли в Калужскую область, были льготные программы налогообложения. Вы будете предоставлять налоговые льготы? Не только льготные программы налогообложения. Я считаю, что очень важный фактор это то, что Анатолий Дмитриевич Ратамонов сам персонально занимался этим вопросом. И действительно он, в моем понимании, был пионером и остается лидером. Но это вопросы, безусловно, те, которые дают нам возможности по предоставлению дополнительных налоговых льгот, подведения всех инфраструктур, включая все коммуникации, газ, электричество, дороги. То есть все то, что нужно для быстрого размещения производства. Почему мы говорим о Калужской области, наверное, надо пояснить. Потому что наряду с Тульской, она наиболее приближенная к Москве, к Московской области. Соответственно, рабочая сила дешевле, затраты на электроэнергию и так далее по списку дешевле. И, соответственно, это положительно сказывается на том, что иностранцы выбирают именно ближайшие регионы. Московский регион самый большой регион, где больше всего потребления. То есть больше всего автомобили продается именно в Центральном федеральном округе. И Москва, Московская область, конечно, крупные потребители. Поэтому действительно инвесторы, когда предусматривают возможность размещения своих производств, они смотрят локализацию. То есть близко от потребления, каковы инфраструктурные проекты, что с дорогами, что с железными дорогами. И Калужская, Тульская, Рязанская, Тверская области – это те области, которые действительно находятся в непосредственной близости от Московского региона. И которые могут быть очень комфортно, удачно предлагать свои площадки для инвесторов. Но сегодня самое важное все-таки – это не близость к Москве, а качество рабочей силы, наличие рабочей силы и наличие инфраструктуры. И как с этим обстоит в Тульской области? В Тульской области у нас обстоят дела очень неплохо, потому что Тульская область – самый крупный регион из ближайших. Это миллион пятьсот пятьдесят тысяч жителей. И это люди с высокой квалификацией. Это оборонно-промышленный регион. Это те люди, которые при определенных условиях переподготовки достаточно быстро могут получить новые профессии, либо поменять специализацию. Ну и все-таки, возвращаясь к своему вопросу, будут ли льготы для компаний, которые приходят? Конечно, будут льготы. И эти льготы будут не только для иностранных инвесторов, но и для российских компаний. Мы рады всем инвесторам – малым, средним, крупным, российским и иностранным. Вот конкурентное преимущество Тульской области по сравнению с Московской. То, что наша площадка на сегодняшний день готова. И то, что мы на сегодняшний день можем предложить высококвалифицированную, подготовленную рабочую силу, пока которая не настолько дорога, как в Москве. Ну, еще немного отрекламирую вашу область. У вас больше года работает бизнес-амбудсмен, все верно? Да. Какие у него успехи уже за это время? Вы знаете, это новый институт. И основная задача все-таки – это наладить коммуникации между представителем защитников бизнеса и, соответственно, самими предпринимателями. И вот, мне кажется, вот эти коммуникации, они у него налаживаются. И все вопросы, которые у нас возникают, хотя спорных вопросов возникает все равно достаточно много, мы стараемся решать в оперативном порядке. Ну, вот говоря, вы уже сравнивали себя с Калужской областью. Много есть небольших городов, где, поскольку близко к Москве, удобное сообщение. Они ездят на работу в Москву. Вы говорите, что у вас проблем с кадрами нет, их хватает. Почему ваша молодежь не едет в столицу? Нет, наша молодежь, к сожалению, пока тоже ездит в столицу. Но мы очень надеемся, что создание новых рабочих мест как раз вернет нашу молодежь обратно на территорию Тульской области. И как раз только если мы создаем нормальную инфраструктуру, это не только инфраструктура индустриальная, но это и социальная инфраструктура, тогда мы сможем создать нормальные условия для комфортного проживания человека на территории области. И тогда наши жители не будут искать лучшей работы в других областях и будут оставаться у нас. Вы, кстати, сказали, что готовы сами пересесть на автомобили, собранные на этом заводе китайцами. Да, один из первых автомобилей. Как-то не очень патриотично. Почему? Это как раз очень патриотично, потому что это будут российские автомобили, а не китайские. В конце 2012 года отвлечемся от новости с автоконцерном, который приходит в Тульскую область. Во время вашего доклада президент отметил, что в области отсутствуют современные родильные дома и перинатальные центры. Как с этим обстоит сейчас ситуация? Родильные дома у нас в области есть, а что касается строительства нового перинатального центра, то мы работаем с Министерством здравоохранения в этом направлении. И очень надеемся, что при корректировке программы 2014-2015 годов Тульская область попадет в тот список регионов, в которые федерация планирует размещать перинатальные центры. Пока, к сожалению, мы не попали в этот список, но очень надеемся попасть в этом году. Еще одна острая сейчас тема. Тульская область взяла шефство над Керчью. Как будет осуществляться это взаимодействие? Чем вы собираетесь помочь людям Крыма? Тула – город-герой, Керчь – город-герой, города-побратимы, города-герои. И действительно, прежде всего, работа, которую мы оказываем, это работа по подготовке нормативной документации. Законодательство Российской Федерации существенно отличалось от того законодательства, по которому жил город-герой Керчь. Поэтому сегодня наша группа специалистов на постоянной основе находится в Керчи. Мы готовим всю нормативную правовую базу для того, чтобы уже в этом году, когда пройдут выборы, были сформированы полноценные органы местного самоуправления в Керчи. Но кроме этого, мы оказываем помощь. На сегодняшний день из благотворительных средств было собрано 15 миллионов рублей. На эти деньги была закуплена коммунальная техника. Вот мы ее уже на прошлой неделе как раз передали городу-герой Керчи для того, чтобы город стал еще красивее. Хочу сказать, что Керчь, мало того, что это красивый город, город с большими традициями, город, которому более двух тысяч лет, и город, который, в отличие от многих городов Крыма, в общем-то, находится в неплохом состоянии, но все равно нужна помощь и поддержка. Поэтому мы будем оказывать всю необходимую поддержку в рамках тех решений правительства Российской Федерации, которые были предусмотрены. Вы, кстати, отдыхать в этом году в Крыму не планируете? Я планирую побывать в Керчи обязательно в этом году. А отдых у меня достаточно сейчас в самой, что называется, такая тяжелая пора, потому что у нас сев и сбор урожая, это ремонт дорог, это подготовка к зиме, подготовка школ к новому учебному году. Поэтому думаю, что отдыхать будем уже в сентябре или в сентябре. Рабочий будет отдых, видимо. Тульская область собирает какую-то помощь беженцам, которые приезжают в Россию из Украины? Да, мы такую помощь собирали и направляли, соответственно. Но сегодня мы готовимся очень активно к приему беженцев. И первых беженцев мы начали принимать. Вот ко мне несколько человек из Славянска обратились с помощью размещения. Поэтому мы готовы оказывать этим людям не только на сегодняшний день вопрос предоставления временного размещения, но и возможность предоставления постоянного размещения, чтобы люди получали российское гражданство и уже оставались работать. Сколько человек приблизительно готов в область принять и где вы планируете их разместить? Знаете, мы область, которая, к сожалению, пока имеет демографическую убыль. То есть у нас количество смертей, к сожалению, пока больше, чем рождение. Поэтому мы готовы принять всех беженцев из Восточной Украины, которым нужна будет помощь. И такая помощь и правительствам Тульской области, и правительствам России будет оказана. Большое спасибо, Владимир Сергеевич. Я напомню, что гостем нашей студии был губернатор Тульской области Владимир Груздев.